Всех приветствую на своем канале. Очередная мы в Репино. Это Таня и Таня. Всем привет. Поэтому Женя загадывает желания. Желаний у него много. У меня сейчас только одно желание. Для кустов. Мы наконец-то доехали до Репино, потому что мы не могли собраться весь год. Доехали, ехали. Спасибо коронавирусу, на чем ты собрались. Правда, я единственная здесь безработная на сегодняшний день. Но в любом случае... А я работная всего два дня. Так, ребята, а мы фотографироваться-то будем? В елках-то? Мы же хотели в елках, в такой вот дикой природе. Давайте я вас фотографирую. Наверное, мы же с вами всего трое. Да, да, да. Слушай, ну вот смотри, вот такая чудная тропинка. Ты имеешь в виду пописать? Нет, сфотографировать тоже. А где, где, где можно примкнуться? Женя, прям вот тебе-то проще всего. Ты можешь примкнуться где угодно. Сейчас. Так, нам надо здесь встать? Да. Давайте сначала я вас, потом... О, сейчас мы так вот возьмем прямо... О, отлично. Так. Сейчас мы возьмем еще... Вот так, теперь давай, Даня. Такой-то дом зеленый. Сейчас, погодь. Ось, слушай, как вы ярко смотритесь. Женя такой весь в зелени, сам зеленый. Супер. Женечка, смотри на меня. Я, подожди, я без очков попробую. Женя, на меня. Отлично вообще, кадра хорошая. Так, а мы с Таней. Камера хорошая, да, да. Как ты фотографируешь? А тут посередине беленькая штучка. Она просто... Ай! Она полз. Сейчас, подожди, Женя. Моя талия ворвалась. Я вдохнула, и ты пояс порвался. Ну что, тихо. Все, не... Все. Все? Да. Отлично. Отлично. Это наши первые фотки. Дальше будут еще... Ты хочешь туалет? Да. Иди тогда прямо сейчас. Вон там, вон деревья, вон туда. Он одинаковый, вон там пусты, даже никуда сходить не надо. Он уже пошел. Никуда он не пошел. Кто здесь там? Сейчас, подожди, тогда я захвачу с собой. Вот эта сумка, как она мне всегда выручает. Господи, люблю ее. Хоть она и позорная, а Ашан. Какие красивые фотографии получаются на этой камере, Жень. Просто. Кань, какие красивые... А какие фотографии красивые получаются на этой камере, а? Очень красивые. Я посмотрела, сочные такие. Посмотри, они какие, просто... Ну это может быть здесь. Нет, это просто... Вот, посмотри, какие красивые, сочные фотки. Так я тебе говорю, классно. Видно такое, как будто вы загорели. Какая я жиробасила. Но камера вес не уменьшает. Ну, подожди, надо подписывать. Надо позу правильную принять. Так, сейчас, подожди, мне надо где-то здесь. Вот, вот, смотри, вот здесь пустыка, вот ты вот так тянешь, тебя даже не видно. Сейчас, главное, не нырнуть, как я. Сестра резки в кустике, а там в кустиках уже кто-то. У меня, кстати, тоже такое же желание. Когда-то отойти. Так, все, тогда давайте я ныряю. Подожди, подожди. Давай, подожди, давай, подожди. Давай, подожди, подожди. Ой, бля. Ну-ка, а я ты меня зацепляет. Кустики, кустики. Блядь. Кустики, кустики. Возьми ногу, фелька, кустики. Главное, на кого не нарваться. Вот, вот, по самых кустиках. Вот, вот такой вид. Вот такой вот вид. Так... Так, извиняюсь за заминочку. Немножко сходили в туалет. Да. Немножко в туалет. Туда. Ну-ка меня снимать не надо. Наши продукты. Наши авоськи. И наськи. Слышишь, бывает ломоська, а еще бывает ни хренаська. Ой, какая красота. Ой, там муравьи, блядь. Как, оказывается, подходишь, такая вся романтичная, говоришь. Как красиво, черемуха цветет. Так романтичная. Блядь, тут хуй сидит свои муравьи. Причем они там с другой стороны, вообще их там куча. А вон они наверху больше цветут. Их там куча. В общем, романтичный кадр не вышел. Слушай, это она сама так развалилась? Или что, она как-то странно навалилась? Нет, это она так сама упала, да. Но она, видишь, не сломана. Вон по ней муравьи бегают. Муравейник, значит, под ней. А под ней муравейник и есть. Вот эта куча, это муравейник. Все-таки хорошо, что я взяла покрывало. Тут лес такой интересный. Здесь лес дикий. А в Сестровецке он такой все-таки парковый. Там привезенные сосны специальные, царем. Там парк. А здесь больше дичь. И мне вот здесь нравится, конечно, воздух здесь просто. Ландыши, кстати. Вон, должен был быть. Сколько подснежников. Прикиньте, здесь до сих пор подснежники еще цветут. До июнь уже скоро. То есть, насколько позднее в этом году весна. Смотри, сколько подснежников. Они должны были еще в марте отсвести. Ой, подснежники, подснежники. Да. Воздух, правда. Спору нет. Сейчас уже, когда уже сюда вглубь пошли, уже не чувствуется. Он чувствовался прямо, когда из машины вышли. И вот только шагнули в лес. Прям чувствовалось сразу. То есть, какая ограда. Смотри, а это, мне кажется, высажены ландыши. Потому что они совсем еще... Ну, прям их очень много. Как я люблю ландыши. Как ограды интересные. Это домик все-таки зелененький. Наверное, что-то охраняет там вдалеке. Я так думаю. Ну, естественно, если санаторий, например, не работает закрыт, то кто-то должен смотреть, чтобы, видите, все не вынесли и не разнесли. А вон там сестрах, я так понимаю. Если идти вдоль набережной... Вот там, вон сестрах, вот там сестрах. Я увижу эти домики знакомые. Макушки. Мы его проехали. Как раз на дистикт пляж неподалеку. Здесь солнечная репина. Вон морковка торчит. Морковка. Там много морковок ворчет. Вот, видишь, сестра, вот там вот народ больше, а здесь меньше. Я не люблю народ. Я люблю петок и без народа. Вон, когда мы сейчас идем, демки, чемпочка и тут пахнет. Только я прямо на солнце здесь не готовлюсь. Ну, вот мы вот туда, к дереву пойдем. Так давайте здесь спустимся. Ко к чему мы не можем здесь спуститься? А как ты здесь спуститься? А, если ты сюда спуститься? А я туда пошел. Только, наверное, нужно обувь снимать, я так предполагаю. Не, не надо. Да, и ты по песку будешь медленно идти. Просто иначе. Нет, 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 нет. Ты сам снимешь, когда мы сядем уже. Удобные. Здесь он под сосной. Пойду сосну. Пойду сосну. Слушай, а вот сюда, вот, вот ниже к воде. Смотрите, я хотел, чтобы было удобно сидеть. Просто коряги, ее можно использовать как такое небольшое выдвижение под лопу. А ты не хочешь вот сюда, поближе к водичке, вот здесь тенек относительный. Так, вот видишь? Какие? Вот, тенек. Вот. Я не хочу на песке, вот там вот сидеть удобнее под деревом. Там срежем. Ну мы от воды далеко, а так мы хотя бы водички не берем. Ну далеко, да. Второн, я как на песке слип-пиздец, конечно. Почему? Может на покрывале будем сидеть? Оно у меня не маленькое. Все равно эта жопа проваливаться бы, она как-то не... Слушай, Таня, ту жопу, которую мы с тобой раскормили, она везде провалится. В этом-то все и дело. Так где-то вот, давай посмотрим там. Вначале. Вот, здесь еще надо пройти по палке. Я лучше на бревно. Вон, там тенек тоже есть. Вон, здесь прикольно. Прям. Так нет, а здесь есть и тенек вон в кустах. Тань, тут есть пень для тебя. Да, а что это? Старый пень? На том-то или в тенир? Ну, наверное, перенести можно. Пень? Пень это вообще просто не будет. Никого нет, как ты любишь. Я вообще не люблю. Здесь уже, кстати, сильный ветер, поэтому вряд ли ты не будешь подгорать. Ну, видишь, а ты говоришь, что будет тебе жарко. Ну, пошли. Ты как раз хотела пень, вот тебе и пень. О, он переносной. Блядь. Пенек-то не взял? Ну, я ж не могу взять все сразу во все руки. Пенек. Женек или пенек. Так. Пенек. Вот такой красивый Свинский залив. Такая вот красотища. Красотища. Вон там Думики вдалеке. А вон там Сестра-Невецк. Вот сейчас вон пенек. Куда тебе его? А, куда хочешь. Прям туда. Только не накрывала. Да. Еще здесь. И какашка птичей. Это вообще моя тема. И какашки это вообще просто предоеду меня. Мне пришла сообщение. Лента, наверное, что меня не готовят на работу пригласить. А в смысле, а ты что, туда заявку какую-то отправила? Таня, вдруг попросили меня? Да, я не отправляла. Я поняла. Сейчас я узнаю. Что они мне ответили. Так. А, нет. Компания Лента ознакомилась. Они сделают их соглашение. Это что значит? Вежливо послали нахуй. Я, кстати, думала, что будет жарко. Я теперь понимаю, что жарко мне не будет. Да. Ну, я хочу сказать, что литерочек-то такой. Можно было мне даже взять с собой этот жилеточку. А ты что, тут не взяла свою жилетку? Ну, я оставила в машине. У меня была полуменьше, здесь жарко. Не-не-не-не. Не, ну, если будет очень холод, значит, пойдем куда-нибудь сюда спрятаться. На залили, прямо скажем. На залили ты не спрячешься. Да. Ну, так на этой электричке, которая идет в старой, ты все равно до Репина не доедешь. Там люди-то максимум это солнечные, там или это какой-то белочек. У Репина есть остановка здесь. Кому ты говоришь? Ну, ты ехала с другой ее платформы. Таня, открой, ты говорила. Сейчас, секунду. Тебе дать ключик? Да. А, есть еще он пенек. Сейчас мы это... Сейчас я что-нибудь делаю. Два ногти не сломать, которые я сделала. Какой красивый? Таня, ты не заценила мой маникел? Я имею в виду, этот матовый. Матовый, какой красивый. Посмотри, какой красивый. Посмотри, как красивый. Просто вообще. Да, прикольно. Просто офигеть. Сколько это удовольствия? У меня всегда цена одна тысяча рублей. А почему только чуть-чуть, а почему другие без... А эти я захотела сделать немножко другие. Вот. Прикольно. Очень красивый красный. Вообще просто бомба. А почему здесь два, а там два других? Ну, я так решила сделать. А симметрия сейчас? Да. Вот этот ноготь, кстати, у меня нарученный. Я его сломала. Почему очень красивый? Очень нравится. Вот. Так, я помыла. Брови я тоже очень набила позавчера. Сейчас корки отвалятся. Вот. Делаю боток. Зону топтала. Да. Прикольно красивый. Сделаю ботокс на следующей неделе. Сюда. Кстати, по поводу ботокса. Я смотрел этот репортаж. Доктор Амина такая есть, которая давала, сказала, ходила к там специальному этому самому врачу, какое-то интервью брала мужика, который очень известный, такой украинский. Но не суть. Вот. Он сказал, что все вот эти ботоксы, хуётоксы, это, говорит, это все, говорит, мои будущие пациенты, которые придут с преждевременным опущением вот этих всех мимических мышц. Я знаю. У меня, к сожалению, нет другого выбора. У меня слишком плохо. Ну, мимику чувствую. Я это без доктора знаю, поэтому ни ботоксов, ни хуётоксов, никакой краски. Я себя не вбиваю, потому что я знаю, что надо в 60, я буду выглядеть на 70. Или я должна делать подтяжки, превращаться в горчинка. Я не хочу. Нет, я не хочу ходить с морщинами, например. Так, где ключ? Таня, стареть надо уметь красиво. Я не умею стареть красиво. Моё пиво, я не знаю, где моё пиво. Дай ей её пиво. А где моё пиво? У меня в пакете. Так, я вспомнила, что я хотела вам всем. Аджестеральный салфинк. На, ключ. Все протираем руки. Это, кстати, тебе не даёт защита от коронавируса. Коронавирус это не берёт. Коронавирус берёт только 70% раствор спирта. Да, у меня спирт. Это тебе не от коронавируса, это от того, что мы ходили и всё трогали. У меня спирт в машине, если что. У тебя не 70%. У меня чистый спирт. Слушай, у тебя не в бензин капал поджём, пока стерилизация. Мусорный пакет у нас будет какой? Вон. Нет. Вот наш, который у меня в руках. И у нас есть мусорный пакет. Надо было брать с собой штатив. Я уже какой растений. Конечно, если ты с рюкзаком ходишь, конечно. Скидывай бумажку. Вообще, как человеку, который это постоянно снимает, нужно с собой брать всю вот эту вот трехомут. Скидывай. Так, ну что? Где мою... Так. На. Открывать две бутылки. Начала. Начала. Вопрос. Из-за моих нахуй, конечно... Так, чтобы потом этим ключом можно было что-то открыть. Как-то вот так же делают, да? Да, да, я-то умею. Резко. Так, а что за ключи-то уже? А, я-то этим этим ключом не открыть. Не открыть? А как ими открыть тогда? Это надо, знаешь, как ригельные дни. Вот такими открываются. А что делать? Причем открываться. У меня, причем, долгое время болталась открывашка пивная на ключах. Окей? Ну, как-то у нас они, мужики, открывают пив. Давай, я попробую. Сейчас пока. Она подбираться-то подбирается. Давай, я попробую. О, там вот, Таня, что-то пошло. Потому что у нее такой ключик, который... Таня-то пошло. Я что, бутылку открываю? Мою. О, уже не то же пошло. Да. О, отлично. Открою меня. Что-то меня пшикает, пшикает, брат. На полку не хера. О, как вкусно пахнет. Какой-то пухвы. Че, алкаши-теоретики, а? Да. Согласен? Хотя у тебя не клюх, а, а, это ягодная. Слушай, ну такая, кстати, такая, кстати, штука, я хочу сказать. Я первый раз такое пробую. Вкусненькая. Крылка у меня сейчас. Убежали газы. Какой геморрой. Да я сейчас открою. Спасибо. Че б вы без меня делали, алкаши-теоретики? А у меня пахнет обычным сидором. Ну, на вкус он вкуснее, чем у нас, Баря. Говорю, на вкус этот сидор вкуснее, чем у нас, Баря. Да. Прикольно, вот так вот. Все хорошо. Даже жум прибыль. Я не жалею, что я одела. А с этой стороны некрасивый забор. Ободранный весь. Чайка. Чайка прилетела, потому что что-то она нечаянно хочет сидеть на чай. Чайка на чай. Да, хочет сидеть на чай. На чай. Как раз по поводу чая. Видели последнее интервью этого чай вдвоем? Костюшкин пришел к Алене Блин. Нет, а что там? Рассказал, что у него в детстве, когда ему было лет 9-11, их там троих изнасиловал этот мужик. Прикинь? Да ты что? Да. Ну, слушай, это пиздешь как всегда, потому что, чтобы какой-то интерес появился. Нет, он там расплакался. Ну, так а что ему делать-то на камеру? Надо денег заплатить. Хочешь денег? И ты прорыдаешь. Вирус, они сейчас будут все изнасилованные, все несчастные. А, слушайте, я так понимаю, что это Кронштадт, да? Или что, Тань? Вот там кукол, видите, это Кронштадт. Вот кукол золотой? Да. Мне кажется, что да. Вон там мост, видим, вдалеке. Слушайте, вы не забирали. Я сейчас у вас телефоны поотбираю. Низь, да? Давайте я еще третья встану и начну вот это с малюмалом. Нормально. А что? Недели бы нахрен у себя дома. Мы общаться бы не хотели в телефон смотреть. Саня, свет мой зеркальце, скажи. Ты правда ваша? Я без фотокса милее? Нет, не так. Не зеркальце в ответ. То ли детка я красив, то ли зеркало пиздит. Ой, смотрите, а там озеро. Пьяное озеро, судя по пойти. Для тех, кто не может дойти до залива. А, ну это да. Это те, которые, ну не шмаглая. Не шмаглая. Не шмаглая. Так. Ну как-то так. Как что-то. Что тут все нафотографировались? Гуманили что? Ну нафотографироваться мы еще должны будем нафотографироваться. У меня Ирка уже моя многодетная фотография. Она купается уже в Китском заливе. Я не знаю как. Да я бы тоже искупался в прошлый раз. Нам просто вещи было стрёмно оставлять непонятно с кем. Потому что надо было стакана брать. Не совсем. Вот золотой? Мне кажется, что да. Ты тоже снимала. Ой, неугомонные. На ваш армянск. Что армянск? Армянск. Ой, я пока так положил. Пускай снимается сверху. Вид сверху. Да, кстати, его в покой. Выключито его временно. Вот эти, кто будут смотреть, заскучают. Да, они смотрят все. Так, ладно. Пока останавливаемся. Потом надо идти... ...поскоп. ...поскоп. ...поскоп.